Теперь о событиях в мире. Больше 300 миллионов поездок совершили жители Китая за неделю праздничных выходных. Спустя три года власти сняли строгие карантинные ограничения. Это позволило местным жителям вновь отправиться в путешествие. Вот и закончились недельные новогодние каникулы в Китае. Люди спешно возвращаются в города. После отдыха их ждет официальная семидневная рабочая неделя, которая началась уже в эти выходные. Власти уже подвели итоги новогодних путешествий. За неделю жители Поднебесной совершили 308 миллионов поездок по стране. Это почти 90% от уровня допандемийного 2019 года. Вновь стали привычными массовые скопления людей на туристических объектах. Чтобы жители смогли вовремя вернуться на свои рабочие места, власти организовали добавочные рейсы и железнодорожные составы. Мы организовали больше экипажей ночных скоростных поездов, чтобы справиться с возвращающимися на работу путешественниками. Такие длительные праздничные выходные в Китае называются «золотыми неделями». В этом году для сферы услуг и продаж Новый год действительно стал золотым. Сборы в кинотеатрах всего за семь дней приблизились к миллиарду долларов. Не остались в обиде и магазины. Золото в этом году покупают активно. Хорошо покупают изделия с изображением кролика. В день продаем до 60 таких украшений. Официальные выходные завершились, но Чунь-Юнь – сезонная новогодняя миграция местных жителей, связанная с путешествиями и возвращением домой, еще в самом разгаре. Она началась 7 января и продолжится до середины февраля. Власти все же ожидают, что к этому времени число поездок вырастет до 2 миллиардов, ведь уже сейчас цифра приблизилась к 800 миллионам. Патагостер Габаева Владимир Грабарь, Хабар-24, из Китая.